АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Dear friends, I never was able to imagine that I will perform here in Palmyra, in this ancient amphitheater. It's very difficult to speak about emotions we feel, we musicians. We protest against barbarians who destroyed wonderful monuments of world's culture. We protest against the executions of people here on this great, great stage. Our concert in Palmyra is our appeal for everyone to come to peace and unity and all the people in the world to unite and work against this evil, against the terrorism. And now I would like to give a word to President of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin. AПЛОДИСМЕНТЫ AПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые представители правительства Сирийской Арабской Республики, уважаемые маэстро Гергиев, дорогие музыканты Оркестра Санкт-Петербургского Мариинского театра, исполнители, послы ЮНЕСКО, учёные, дорогие жители Пальмиры, Спасибо вам всем за сегодняшнюю удивительную гуманитарную акцию – концерт в «Освобождённой от террористов Пальмире». Рассматриваю её как знак благодарности, памяти и надежды, благодарности всем, кто борется с терроризмом, не жалея при этом даже своей жизни. Памяти о всех жертвах террора, вне зависимости от места и времени совершения преступлений против человечности. И, конечно, надежды. Надежды не только на возрождение Пальмира как достояние всего человечества, но и на избавление современной цивилизации от этой страшной заразы, от международного терроризма. А для этого необходимо, чтобы любой успех в борьбе с ним воспринимался всеми без исключения, как общая победа, а любая жертва террора воспринималась всегда и везде, как личная утрата и личная боль. Только такое отношение к этому абсолютному злу поможет нам окончательно его победить. Знаю, что сегодняшняя акция сопряжена для всех её участников с большими бытовыми неудобствами и опасностями, опасностями пребывания в воюющей стране, да ещё и в непосредственной близости от непрекращающихся боевых действий. Всё это требует от вас большого напряжения сил и, безусловно, личного мужества. Большое вам всем за это спасибо. Удачи. Вам слово, маэстро. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Уважаемые друзья. Сегодня перед вами оркестр Мариинского театра из Санкт-Петербурга. Сегодня в программе концерта выступит лауреат конкурса Чайковского Павел Милюков. Он исполнит знаменитую чакону Йоганна Себастьяна Баха. Это произведение символизирует величие человеческого духа и как нельзя лучше подходит к сегодняшнему событию. Также выступит Сергей Ролдугин, виланчелист, народный артист России. Он исполнит кадриль Родиона Щедрина. Это более оптимистическое произведение. И, наконец, прозвучит классическая симфония Сергея Прокофьева, нашего величайшего русского композитора. Это произведение полно оптимизма. Оптимизма и восхищения перед классическими образцами высокого искусства. Это то, что мы видим перед собой сейчас в этом великом месте. Я приглашаю на сцену Павла Милюкова. Дорогие друзья, Оркестра Мариинский Театр будет выполнена для вас сейчас. И мы будем сняли Чак Кона of Йоганн Себастьян Бах, played by Павел Милюков, победителем Чайковской интернациональной competition. Это произведение Greatness of Human Spirit, и я думаю, это неправильно это играть сегодня. Также Сергей Ролдугин, the челист, будет играть кадриль of the great Russian composer, Родион Шедрин. И, finally, мы будем играть the classical symphony of Сергей Прокопьев. This symphony is written as a homage to great masters of the past. Mozart, Haydn, Beethoven, that was written by a Russian composer, and it's a lot of optimism and hope in this piece. I hope you enjoy this concert. Пальмира стала для человечества одним из главных источников знаний о Древнем мире. До войны храмы, памятники и скульптуры привлекали сюда не только ученых, но и туристов со всего света. Город процветал. В Пальмире, которая упоминается еще в Ветхом Завете, сотни исторических объектов. С 80-го года, как мы уже говорили, весь древний город в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследования и раскопки здесь ведутся уже на протяжении четырех веков, однако многие тайны до сих пор ждут своих первооткрывателей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодняшнее историческое событие – это, конечно, мощный и вдохновляющий шаг к новой жизни. Древняя Пальмира возрождается. Знаменитый античный амфитеатр заполнен людьми. Для сотен жителей Сирии, бойцов сирийской армии, российских саперов и участников операции военно-космических сил звучит эта великая музыка. Такое же, кстати, всемирное достояние, как памятники истории и архитектуры, которые необходимо сохранить для будущих поколений. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.